Мы всегда рядом, Россия и Казахстан. Наши величайшие поэты Пушкин и Абай положили начало развитию русской и казахской лирики, основе романш. Гостей концерта по традиции встречают бессменная ведущая романтиады Галина Преображенская. Со сцены она радушно приветствует лауреатов. В этом году в конкурсе приняло участие 45 вокалистов из городов Казахстана и стран ближнего зарубежья – Узбекистана и Кыргызстана. Лучшие сегодня выступают на сцене зала «Туркестан». Не закройтесь, не светите, вспышкой роза поднес. К народу пришло очень много, что говорит о том, что в Чемкенте как любили романс, так и продолжают его любить. И я надеюсь, что будут любить еще многие-многие годы. И благодаря таким талантливым ребятам, которым нравится Чемкент, который привлекает их сюда, получился такой замечательный гала-концерт. Кологорчик громко плачет и хохочет и звенит. Как отметила Галина Сергеевна, казахская романсиада с каждым годом все молодеет. Больше половины участников в этом году – это молодые вокалисты от 16 до 19 лет. Номинаций, как и всегда, много. Самая юная участница Айгирим Тимирбекова стала «Надеждой романсиады» и получила специальный подарок от консула России Ирины Переверзевой. Чарующий голос молодой вокалистки покорил всех. Этот конкурс действительно прекрасный. Здесь я познакомилась со многими отличными вокалистами из Казахстана и других стран. Я выиграла в номинации «Надежда романсиады» и получила сегодня подарок от Ирины Переверзевой. Я очень счастлива. Покорил сердце зрителей и приглашенный гость из Улан-Удэ – лауреат международного конкурса романсиада. Ямщик не гони лошадей в его исполнении сорвал настоящую овацию зала. Ямщик не гони лошадей. Но, конечно, главной интригой вечера стало имя победителя. Как признается председатель конкурса, сделать это было ну очень непросто. Я всегда жду Шымкенскую романсиаду как праздник. Всегда. И как большую очень надежду. Потому что не скрою, что результаты Шымкенской романсиады очень во многом определяют результаты московской. Всегда отсюда костяк такой выезжает в Москву. Участники я влюблена во всех. Я не могла поставить кому-то какие-то минуса. Но конкурс – это игра, она всегда подразумевает, что кто-то уходит. Я очарована молодежью, молодыми исполнителями. Гран-при 20-й юбилейной романсиады, казахской романсиады. Бигзот Садыков. Шымкент. Имя лучшего оглашено. Обладателем гран-при романсиады впервые за несколько лет стал исполнитель из Шымкента Бигзот Садыков. Бархатный голос молодого человека не оставил судей равнодушными. Я очень счастлив. Меня переполняют эмоции. Я очень рад, что мне улыбнулась удача. Я очень сильно готовился, чтобы выиграть гран-при, конечно. Для меня это большая честь защищать наш город, Чимкент, нашу республику Казахстан. И для меня, конечно, это было принципиально важно, чтобы оставить, чтобы на юбилейном 20-м конкурсе казахской романсиады гран-при осталось дома. После двухчасового прекрасного музыкального праздника зрители поделились своими впечатлениями. Очень прекрасно, мне очень нравится. Я каждый год почти приезжаю. У меня сын все время каждый год выступает. Но в этом году он выиграл гран-при. Ну а Бигзот уже готовится к следующему конкурсу. Именно он в декабре этого года представит Шымкент в финале 21-го международного конкурса романсиада в Москве. Анастасия Новикова, Талгат Абдинабиев, Константин Гавшев, Информационная служба, телекомпания «Утрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова